МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Битва за урожай. В растеневодческом подразделении ПРУМАГРА началась уборочная страда. О семейном счастье, деревенской жизни и нелёгком труде свиноводов. В растеневодческом подразделении ПРУМАГРА жаркая пора. Началась уборочная страда. Всего предстоит убрать около 5000 гектаров ранних зерновых. Работы начались позже, чем обычно. Всему виной проливные дожди. В июле выпала треть годовой нормы осадков. Сегодня каждый солнечный день для растеневодов на вес золота. Поздравить земледельцев с началом уборочной приехал Александр Гринёв, заместитель генерального директора АО «АПХ ПРУМАГРА». Всем механизаторам, по традиции заложенной в компании, вручили символическое денежное поощрение. Тяжёлое время. Дожди помешали. Мы видим, как вам тяжело приходится. Но, тем не менее, битва за урожай есть битва. И мы надеемся, что вы всё выполните в кратчайшие сроки. Закончите уборочную страду зерновых. Дальше перейдёте уже к следующим культурам. Я хотел бы пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, чтобы вы держались, потому что приходится работать практически круглые сутки. Ну и техника, чтобы не подводила вас. Хорошего вам в урожаях. Для 22-летнего Алексея Маркова – это первая битва за урожай. Чуть больше года назад он пополнил коллектив растеневодческого подразделения «Промагра». Перспективного и ответственного парня сразу заметили. В этом году ему доверили комбайн. Дедушка был, он сразу после школы в поле вышел и работал механизатором. Наверное, по дедушкиным стопам. Всё нравится – и техника, и работа. На работу, как на праздник, как говорится. Интересно, настроение боевое. Урожай хороший, убирай. Не подведём, я думаю. На поля Роговатовской Нивы вышла вся техника. Работают двумя комплексами. Восемь комбайнов на обмолоте пшеницы и семь на ячмене. Нынешняя уборка отличается своей сложностью. Она началась с проливных дождей. Поэтому уборка началась в поздние сроки. И мы имеем определенного рода проблем. На данный момент убрано более 30% площадей запланированных. Уборка идёт полным ходом. 6,5 тысяч тонн зерна уже отправили на хранение. Урожайность озимой пшеницы составляет 50 сантиметров с гектара. Ячменя – 40. Сейчас нормально. Дожди вперёд были, а сейчас уже погодилось нормально. Когда урожай хороший, то когда движение, то я делаю бункер, но наладил, то ровишь, то появляется агрессивность какая-то, даже не знаю, веселее работать. Сразу после уборки озимой пшеницы и ячменя аграрии приступят к обмолоту третикали, очень перспективному роду зерновых. Третикали – пшенично-ржаной гибрид. Менее прихотливый, а структура колоса позволяет проводить уборку в более поздние сроки и без потерь. Диана Исмогилова и Александр Любивый неразлучны уже 15 лет. Вместе на работе и дома. Она – оператор производственного учёта на втором беконе. Он – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Отопление мы топим, мы обслуживаем воду, мы обслуживаем газ, мы параллельно ещё делаем электрику, параллельно ещё занимаемся всякими пунктами. Там определённый биоклимат, микроклимат. Мы стараемся его полностью соблюдать, чтобы он соответствовал определённым стандартам. Будет работа мне очень интересная. Сегодня трудно поверить, но ещё 7 лет назад Диана и Александр были городскими жителями. Они бы никогда не решились на переезд в деревню, если бы не сильная аллергия у старшего сына Артура. В поисках чистого воздуха семья перебралась в домик на охране хутора «Минжулюк». Здесь бобры, тут сапсан, сокол сапсан. Да, вот там у нас огромное гнездо воронов, воронов, это самое. Да, журавли. Они на рыбалку ходят, мы за грибами ходили недавно. Недавно мы с ребятами пошли и насобирали под берёзовый ковар. Нравится то, что здесь можно чем-то дышать. Тут спокойно, нет движения машин. Сыновья – главная ценность в жизни супругов. Своё тихое семейное счастье Диана и Александр берегут. Свободное время проводят вчетвером. Заботы по хозяйству делят поровну. И увлечения в семье общие. Мы, когда первые начали это, можно так сказать, семью создавать, я сразу сказал, где мы запомнили, когда у мужчины от женщины есть секреты, я говорю, у женщины от мужчины есть секреты. Любые, мужские, женские, семейные, не семейные. Семьи нет. Ну, секретов нет. Никаких. Мы знаем друг от друга всё. И мы счастливы от этого. На каникулах дети дома одни и очень скучают по родителям. Даже завели традицию. Каждый день они встречают родителей в 6 вечера на автобусной остановке. Мы, конечно же, знаем, где они, как они работают. Мы же знаем всё, они нам всё рассказывают. И мы уважаем наших родителей. Вот каждый день в 18.00 и мы на остановке. Мы их встречаем. Да, встречаем. Ну, мы завели такую привычку. Они прям без ума от радости. Есть в семье своя реликвия. Бакены, деревянные мечи. Александр, бывший педагог, обучал восточным единоборствам детей и взрослых. 17 лет назад на занятия к нему пришла Диана. Супруги уверены, вместе можно преодолеть все преграды, сдержать удары судьбы, быть счастливыми и жить каждый день в гармонии с самим собой и природой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!